здравствуй дорогой друг что ж наверно многим интересно хотя вы мне писали об этом интересно про немецкие эсминцы ну что ж давайте поговорим кстати вот не знаю в тему ли или нет но мне попался анекдот на глаза в общем где-то в азиатском регионе проблема с перенаселением и азиаты правящие там просят помощи у других стран с этим вопросом о первые откликнулись там из европы рапортуют мы за два дня смогли кастрировать две тысячи мужчин успешно все идет хорошо потом из америки специалисты говорят мы смогли кастрировать 5000 мужчин буквально за неделю все прошло успешно мы движемся в темпах которые наметили русские внезапно тоже рапортуют говорят мы смогли кастрировать 15 тысяч мужчин за пять минут всех в недоумении спрашивают как так то возможно покажите нам свои методики они отводят их на полигон огороженный колючей проволокой там стоит один единственный майор и в матюгальник кричит равняйсь смирно стать всем раком взять пасть яйца извиняюсь за мой французский взять пасть яйца слева стоящего они это делают выполняют и майор вот так их выстраивать всех в шеренгу самому крайнему первому дает очень больно по яйцам с ноги и дальше слышится хрусь 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 так вот немецкие эсминцы ну начнем с девятки в принципе все почти то же самое что буду говорить про девятку можно сказать и про восьмерку да я затянул с обзором так уж получилось и со стримом не получилось но так уж получилось в общем что мы имеем по факту у нас хорошие гк они кучные очень точные я наверное со времен казака не помню такого точного эсминца мне было возможно еще огневой чуть-чуть мне было приятно прям на казаке помню на огневом неплохо было и здесь возможно проблемы со скоростью полета снаряда но это скорее всего проблема в том что большая дальность а дальность мое почтение у гк урон высокий на что еще из плюсов пробой пробой мое почтение линкоры шить можно почти не выцеливая даже на средних и выше средних дистанциях принципе на этом все плюсы гк заканчиваются что у нас из минусов самое главное на мой взгляд слишком сильный пробой по эсминцам вблизи и даже на средних и даже порой на дальних дистанциях летят половинки летят четвертинки нулей откровенно я не видел возможно даже на кунте хабаровске я нулей видел чаще чем здесь ну возможно я немного поиграл там еще что-то но вот блин меня бесит цифра 180 знаете что самое плохое я вот подумал ну наверно надо фугас включить да как я и рассказывал в ролике про стрельбу включил а я вижу 170 блин но на тех же дистанциях тех же условиях я вижу 170 картины не меняется до чуть чаще пролетает полная альфа но полная альфа 370 370 на бэбэшках 605 по моему это очень большая разница я не знаю на остальных кораблях такая же что ли что-то мне подсказывает что нет блин ну ты не должно быть такого с этим обязательно нужно что-то сделать некомфортно работать с эсминцами вроде у тебя пушки вроде у тебя сила мощь но блин мне непонятно эти моменты с эсминцами бороться тяжело можно но тяжело и неприятно по крайней мере для меня кстати забыл предупредить что я так-то не особо игрок на эсминцах совсем не особо какие еще косяки у гк медленный поворот нужно ставить в оборудку вращение башен обязательно особенно проблемы с кормовыми чуть позже объясню в чем они заключаются с не забуду какие еще проблемы долгое кд долгое да и попозже я еще сгущу краски по этому поводу надеюсь не забуду что еще по проблемам гк ну поджогов нету урон с фугасов маленький малое количество гк ну относительно для артиллерийского эсминца можно было бы и 8 хотя бы воткнуть а то ну 5 6 ну вон допустим у китаказа и хоругума какого-нибудь аж по 10 гк кстати по приколу чуть позже о них расскажу что у нас по поводу торпед ну пару слов буквально о них теребиль 8 премиумный эсминец французский обгоняет торпеды немецкого эсминца 9 уровня феликса слова закончились я не знаю зачем этой дури дали первую зашкварку я говорю что это полнейшее издевательство еще со времен москвы и обзоров на нее нет пво хотя блин порой бывает что-то сбивает хотя даже не включал зашкварку не знаю как это работает но блин то 12 самолетика комон это не серьезно совсем вспоминается фрис ланд про что еще говорить про маневры все очень хреново маневры это часть выживания в камнях запутываешься теряешься почему потому что в том числе беда не только с маневрами но и с габаритами то есть у тебя маленькая скорость я уже устал делать обзор на эсминца у которого скорость 37 2 узла меня это калит у восьмерки вообще 36 и 6 ну видимо просто не болеет она в общем все плюс минус грустно для такого эсминца да это адекватно но мы перечислили вопросы гк и они так скажем добавляют в это нотки неадекватности по живучести блин хпм ног по моему 20 2066 хпшки у девятки феликса не железного ни разу это больше чем у хабаровска если мне изменяет память это солидно но хп тает очень очень быстро сквозняки от линкоров достаточно большая редкость если прилетает то прилетает в основном от души хоть эсминец хоть крейсер хоть линкор хоть авик неважно при этом корабль жутко горит вот прям я не знаю я как будто на грабе десятом или девятом поиграл серьезно ты я таких горящих эсминцев наверное вообще не встречал ни разу но тут очень сильно удивился модуль не критуются мне ни разу не выбивали башню торпеду и что там еще двигло рули не самолетами не бомбами не снарядами а линкора эсминца крейсера нет бывало отрыв ебало полностью от какого-нибудь лепанта но чтобы он при этом своими там не знаю сколько попаданий было наверное десять выбивал мне модуля нет такого не было модули не не ломаются серьезно что по итогу у нас за корабль корабль который может с гк навалить по линкору причем не особо его выцеливая нули будут обязательно но даже у той же 352 нулей намного больше особенно если ты не выцеливаешь корабль и тем более если у тебя в прицеле гроб но кроме этого что то есть нет нету ничего нету хп есть но его не чувствуется потому что быстро дохнешь настолько быстро что порой я не доживал до вторых дымов я не говорю уже про третье да я немножко дебильный играл это факт возможно это видно даже в ролик который я засуну сюда но у меня есть оправдание я так спустя рукава играл потому что ну мне рука закрывала лицо фейспалм за ним не было ничего видно практически может ли кроме того что ты можешь втащить крейсеру неплохо так и являясь эсминцем чем-то похвастаться это самый эсминец нет торпеды чушь собачья живучесть вроде на картинках неплохая но на деле тоже чушь собачья с эсминцами он борется нет чушь собачья а эсминец должен бороться с линкорами нет блять он должен ему иметь возможность ответить как-то дерзко но это в категоричных случаях когда все вокруг идет по пизде по сути его задача бороться с минцем чем не бороться у меня не гидрача у меня не перезарядки нету нет адекватного пробоя который бы не давал четвертинки по эсминцам в любой дистанции кстати насчет кучности точно вернее насчет баллистики я не уверен потому что стреляла только по товарищам которые не пытались от меня мансовать да стрелял и на дальних дистанциях и попадал было приятно но не знаю что будет случай когда но эсминц хотя бы немножечко будет задумываться о маневрах опять таки о китаказы вот там было видно что китаказы меня перестреливал он стал выгодную позицию я не выгодную позицию он стал в дым и у него есть торпеды быстрые у меня торпед есть но пока они дойдут меня он меня перестреляет у меня нет гидрача чтобы прийти к нему в дым и засветить его выгнать его оттуда с саными тряпками с помощью какой-то матери и при этом он наваливает несколько он просто стоит и навалит сгк блять но это нихуя не честно мне даже не понравилось совсем ни разу возможно если условно закрыть глаза на то какой этот корабль странный и посмотреть на то что у нее есть своя задача наваливает сгк по крейсерам линкором но вопрос я не просил об этом делать эсминцы я не хочу если я хочу навалить по линкору я возьму линкор если я захочу навалить по линкору я возьму кронштадт и дам всем пизды смоленск фрисленд для чего мне еще вот феликс немцы мы привыкли что немцы наваливают по эсминцам прежде всего по крейсерам типа минотавра до цитки кстати о цитках я даже видел мне некоторые писали комментарии что цитки выбивает часто возможно у вас у меня нет все цитадели по моему их было пять штук три за один бой получил кстати нашивку охотник на цитки по авику бату и 2 за другой какой-то бой по авику бату я не знаю где вы их берете я и стрелял и по минотавром и по нептунам и по линкорам и по чему угодно только авики и только почему там баты давали мне цветки вот так вот по ощущениям рандомный мой бой были на этой каракатицы это 30000 вот как бы я не играл плохо но если плохо сыграл будет 15 20 19 30 40 если я хорошо сыграл будет 30 40 29 один бой на 87000 по моему сюда его уже вставил не уверен конечно это бой а это по моему вот этот бой как раз бой максимально ну такой тупорогий если бы меня зафокусил тот же итальяшка нормально прокинул бы мне в дым и весь бой на этом бы и закончился я не понимаю прикол этих но я понимаю прикол этих кораблей мне не прикольно играть в это и на мой взгляд в это не прикольно играть в принципе никому то если я хочу поиграть на немецком эсминце и понаваливать с гк я возьму 352 я возьму 346 все они хорошо бьют по линкором просто ты чуть-чуть повыцеливай их как тебя я обучал когда ты имел смелость по крейсерам тоже самое торпеды торпеды лучше хотя торпеды говно на самом деле но лучшим что там еще маневры маневры тоже говно но лучше нас получается такое знаете феликсы и вот восьмерка тоже кстати напоминает мне не знаю конь качка строя но он большой может быть для некоторых красивый такой жилистый у него вены торчат все дела он может там не знаю 500 килограмм отжать от земли до своего затылка блина ему можно меж лопаток приклеить стикер он его никак не оторвет руками уже не сможет а за это может просто какой-то легко атлет хочет километр пробежит за три минуты пробежит хочешь сотку пробежит за 7 секунд пробежит не запыхается хочет пизды кому-то даст но удаст возможно ему дадут пизды но он даст больше пизды зэдка более универсально и более приятно именно даже не дело в универсальности нет у него конечно же есть огрехи но она более сбалансированно этот же но у этого сбоку хвостик вот так вот касательно восьмерки что с восьмеркой ну с восьмеркой примерно то же самое у нее есть приколюха с торпедами но этого если вдруг будет вкачивать она не не критично она не имеет никого значения в принципе я такое не люблю кроме механа и хило по моему но здесь то не идет совсем никак в принципе все то же самое опять-таки но разница возможно только в том что проще играть на ней хотя те же самые 30 за бой это средняя моя цифра это я помню эту цифру очень хорошо блин я не знаю какой-то кризис среднего урона что ли восьмой седьмой уровень там побольше конечно быта обитает таких обломовых обывателей не очень умелых игроков там попроще но в принципе это та же самая каракатица блин ну не знаю кстати восьмерка мне понравилась чуть больше не знаю из-за этого ли или из-за чего-то еще не очень-то сильно я в это вник на самом деле но понравилась больше мне кажется она более привлекательная принципе можно ручками прокачать но я не советую никому качать восьмерка сомнительно девятка очень сомнительно что семерка не знаю еще не открывал не смотрел что здесь с десятка не знаю не открывал нам не присылали это даже присылают если кто не в курсе на прессаки корабли сначала три четыре пять по моему потом шесть семь восемь девять или просто 789 в общем вариации десятку присылают прямо уже в конце в конце все остальные ветки в принципе чего подытожить по перкам грустные одни дымы несчастные зашкварка для чего-то гидрача перезарядки нету опять таки если я захочу быстро пострелять и мощно пострелять а быстро стрелять я люблю я возьму хабаровск у него есть все что мне нужно почти что если я захочу чего-то там более простенького чем хабаровск но я возьму заточку фрисланда что я еще возьму если я захочу чтобы меня в жопу выебали ой извините за мой тролянский я возьму хоругума я возьму китаказы если я захочу чтобы меня 1 я не буду второй раз про это говорить я возьму уж ему допустим блин здесь нет ничего прикольного и самое что я кстати буквально сейчас понял самое хреновое что 344 мне кажется хотя бы на йоту но лучше и приятнее и адекватнее чем феликс чушь какая-то да а вот и нет в принципе кто хотел качать итальянца вперед пожалуйста вас сейчас будет очень много еды в рандоме в ближайшее время он будет чем развлечься кто хотел качать немецких эсминцев кто любит немцев ну здесь немцами не пахнет здесь пахнет какой-то невнятной порнографией и как бы это не было вторая часть живой воды да да лучше бы гильермо также снимал про хелл боя по итогу пока что у нас с вами имеется два страйка первый основательный это девятка вот забыл еще уточнить что я даже не представляю как можно ее качать в кооперате это будет тоже невозможно например другие эсминцы можно покачать в кооперате кстати говоря о киеве очень положительные впечатления на стриме у меня вызвал почему-то с ним проблем не было хотя на стриме я вам скажу намного тяжелее играть на эсминцах в том числе тем более если на корабле на котором ты раньше не играл никогда а это киев собственной персоной по тактике ну держитесь подальше от остальных но я не знаю как на маленьких и средних картах держаться подальше остальных это наверно край карты потому что дальность почтительная у гк и у торпед тоже это 10 лишних километров такое имеет только хабаров с на элитной оборудке в камуфляже но блин блин непонятно совсем непонятно на точках вы лишний товарищ вас там могут закрутить выебать и высушить ну блин очень затрудняюсь категорически затрудняюсь знаете что пожалуй пойду-ка на колумбия боёк скатаю а на сегодня я думаю уже все